Всем добрый день! Меня зовут Закусова Яна Сергеевна. Я руководитель направления Саби Бухта, компании Тензор. Рада приветствовать вас сегодня на замечательном вебинаре. У нас в гостях крутой эксперт Ольга Краснова. Это разработчик, экс-директор системы Главбук, руководитель школы финансовых экспертов. Она нам расскажет, какие ООО подходят для удаленной работы, какие услуги можно предложить организациям, которые придут к вам в дальнейшем на ежемесячное обслуживание, где и как найти клиентов, и как не закопаться в первичке при работе с такими клиентами. А я со своей стороны расскажу, как быстро и без ошибок вести обслуживание клиентов, и какие удобные инструменты есть для взаимодействия с клиентами. Итак, я предоставляю слово Ольге Красновой. Ольга, пожалуйста, делитесь знаниями, полезным опытом. Итак, коллеги, ну что ж, мы начинаем сегодняшнюю встречу, которая называется «Как бухгалтеру безопасно работать с клиентами ООО и выйти на доход 100 тысяч плюс в месяц» имеется в виду в рамках бухгалтерского аутсорсинга. И сегодня мы с вами именно обсудим эту тему. Именно аутсорс, именно на клиентах ООО. И начну я с того, почему я вообще именно вот эту область, именно этих клиентов, этот тип клиентов выбрала для сегодняшней встречи. Потому что мы проводим часто исследования бухгалтерского рынка, да, и по нашему последнему исследованию оказалось, что более половины, 53% бухгалтеров не берутся за ведение ООО удаленно. То есть они работают, например, с ИП, да, прошли обучение, прошли работу на себя и работают с ИП, либо работают с физлицами по тренд-фл, но не работают с ООО. Хотя эти знания вроде как у них есть. Почему? Такие страхи самые, да, такие существенные присутствуют. Боюсь. Вот для меня ООО боюсь вести ИП очень легко, а ООО, блин, боюсь. Или, хотя это и есть обращение, да, от клиента. ООО обороты большие. Понимаю дальше, что это пробелы. Взять на обслуживание тот же найм, да, а хочется свободы. Для тех, кто уже почувствовал вкус свободы при работе с ИП на аутсорсе, хочется свободы, да. Вот такой страх есть. Сколько будет стоить? Непонятно. Не представляю сейчас, как вести ООО. Там же, наверное, декларация по НДС нужно сдавать каждый квартал, да. Еще что обычно пишут. Я их не умею просто вести. Поступил запрос на введение ООО. Даже очень сомневаюсь. Не знаю, сколько это может стоить. Насколько большой объем работы. Не знаю, сколько предстоит. Да. И опять вот Нина пишет. Мне предлагают ввести ООО, я не знаю НДС. То есть есть какая-то область знаний, которая часто присуща именно в работе с ООО, да, а бухгалтер ее не знает. Именно поэтому не берет работу таких клиентов, хотя это достаточно большие чеки, достаточно большая доходность при работе с такими клиентами. Напишите, пожалуйста, в чат. Может быть, у кого-то из вас есть такие же сомнения, страхи. Может быть, есть другие те, которые я не озвучила. Да, мы сегодня будем их обсуждать. Так, я буду время от времени подключаться к чату, поэтому очень-очень вас прям призываю активно участвовать. Алексей пишет плюс. Плюсик. Вот эти самые главные страхи мы сегодня с вами и будем разбирать, да, и как с ними вообще справляться, как их нивелировать, как их нивелировать. Анастасия пишет плюсик. Отлично. Ну что ж, сегодня мы с вами обсудим такие вопросы. А какие ООО вообще подходят для удаленной работы? Да, как сделать так, чтобы это не превращалось в мае? Дальше поговорим про привлечение таких клиентов. Иногда они обращаются сами, как мы с вами увидели из предыдущих скринов, да, от моих учениц. Но чаще всего нам нужно приложить усилия для того, чтобы они к нам обратились. И здесь самая такая классная механика – это разовые услуги, через которые ООО приходит на ежемесячное обслуживание. Мы поговорим о том, что это за такие разовые услуги. Где и как найти клиентов, то есть на каких площадках размещаться, как правильно подстроить свое позиционирование, чтобы именно такие клиенты приходили. И вот, да, страх, как не закопаться в первичке при работе с ООО, перестать выбивать ее с клиента. Вот это тоже чаще всего пугает и останавливает от работы с таким типом клиентов. ООО «Работа сложнее» в плане документа оборота, непредвиденных дополнительных расходов. Для кого сегодня особенно будет полезна наша встреча? Если вы, как бухгалтер, ищете дополнительный доход в аутсорсинге, может быть, вы в найме работаете, да, но хотите дополнительно зарабатывать. А если хотите легко вырасти в количестве клиентов, если сегодня вы в поиске своей ниши в сфере бухгалтерского аутсорсинга, и если хотите добавить в перечень своих услуг перспективные направления. Перспективные направления. И давайте сначала познакомимся, я представлюсь. Меня зовут Ольга Краснова, разработчик и экс-директор БСС системы Главбук. Уверена, что практикующие бухгалтеры, которые здесь сегодня присутствуют, наверняка слышали или даже, может быть, пользовались этой справочной системой. Сейчас я автор и ведущая для своего образовательного проекта «Школа финансовых экспертов». И в рамках этого проекта у нас обучаются бухгалтеры на курсах онлайн, бухгалтеры для ИП, удаленный бухгалтеры для физлиц, бухгалтеры инфобизнеса, бухгалтеры для маркетплейсов. Больше пяти тысяч бухгалтеров уже обучились за пять лет работы в школы и стали более свободными, больше зарабатывать, получать удовольствие от профессии. Все мои программы направлены именно на это, на развитие в сфере работы на себя. Ну что ж, коллеги, я очень рада нашей сегодняшней с вами встрече и подготовила для вас актуальные подарки такие. Первый – это дайджест судебной практики по УСН, то есть анализ самых актуальных судебных дел, которые сейчас рассматриваются в арбитраже, и калькулятор по налоговой реформе. Это наша собственная разработка, которая помогает автоматизированно, быстро считать налоги по налоговой нагрузке 2025 года. Сейчас это суперактуальный вопрос. Мы сегодня об этой услуге с вами будем замечательно много говорить, и я подскажу, как ее продавать, как находить клиентов на эту услугу. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал. Он называется «Здесь бухгалтер будущего». Такое говорящее название, потому что мы в нем преимущественно обсуждаем рост доходов бухгалтера через рост компетенции и предпринимательское мышление. Приглашаю вас стать его участником. Ну что ж, коллеги, я себя представила. Давайте и вы напишите циферку в чат, либо более расширенно напишите, чем вы занимаетесь, в каком статусе вы сейчас находитесь. Может быть, вы уже бухгалтер-энсорсер циферка 1, может быть, вы действующий бухгалтер пока что в найме циферка 2, либо вы бухгалтер декрете и сейчас в поиске дополнительного дохода для того, чтобы, имея такой перерыв, вынужденный в работе, не терять профессиональную квалификацию, а наоборот ее повышать. Так, 2, очень много, единичек. Супер, замечательно. Итак, мы поговорили, закончили с такой оргчасти, приступаем уже к контентной части, и давайте обсудим такие актуальные тенденции сейчас на рынке, почему бухгалтеру сейчас выгодно, не то чтобы выгодно, а даже, я бы сказала так, проще, проще начать работать с ООО, если вы до этого никогда этого не делали, либо работали с ООО только в найме, да, а именно клиентов на бухгалтерском аутсорсинге у вас пока не было. Итак, первая причина, почему именно сейчас легче, чем обычно, найти клиентов. Почему? Сейчас есть замечательный инфоповод, это налоговая реформа, да, актуальный запрос, и далеко не все бухгалтеры в нем, в этом вопросе разобрались уже, вот, и если вы такой бухгалтер, который держит руку на пульсе, и в этом вопросе разобрались, как оказывать эту консультацию, то замечательно, через нее вы можете находить своих клиентов. Дальше, даже если сейчас вы бухгалтер-аутсорсер, но работаете только с ИП, или, например, работаете только со спецрежимами, да, а, допустим, НДС для вас какое-то такое, пока что неведомая область знаний. Хорошая новость заключается в том, что с следующего года, и вы наверняка это знаете, да, в любом случае, даже если вы работаете только со спецрежимами, придется погрузиться в тему НДС, потому что у нас упрощение становится плательщиками НДС, если выручка больше 60 миллионов в 2024 году. То есть с НДС познакомиться придется в любом случае, а там до ООО уже и рукой подать. И третий аргумент мой, которым я хотела вас сегодня зажечь, зажечь на эту тему, все-таки при работе с ООО мы говорим о более высоких чеках, чем на бухгалтерской обслуживании, чем при работе с ИП, например, да. А значит, решить проблему падения в доходах из инфляции, которую мы сейчас видим, да, то есть растет ключевая ставка, растет инфляция, и, соответственно, наши реальные доходы падают. И через таких клиентов нивелировать падение в доходах, фактическое, оно сейчас у всех присутствует, у всех нас, все-таки попроще будет. Вот такие три моих аргумента. И еще один. Возможно, вы себя тоже узнаете, согласитесь со мной. Часто пишут так, вот Татьяна мне написала, большая часть моего профессионального опыта состоит из работы с УСН. Меня расстраивало то, что мало знаю об НДС, как будто нет бухгалтера, хочется быть супер. Вот сейчас, да, у нас сами обстоятельства, которые сложились сейчас в стране, законодательство подталкивает к тому, чтобы зайти вот в эту высшую лигу, в работу с НДС, в работу с ООО. И вот, пожалуйста, предоставлен шанс, намечтала, желание, можно сказать, исполнилось. Ну что ж, смотрю ваши комментарии. Всеми силами вас сегодня попыталось зажечь, замотивировать этой темой. И давайте теперь поговорим о том, а какие вообще ООО подходят для удаленной работы. И здесь, когда я готовилась к нашей сегодняшней встрече, я сначала вроде как хотела разработать критерии, какие подходят, а какие не подходят. Но, в конце концов, сделаю вот такой парадоксальный, может быть, вывод. Любые. Любые ООО подходят для удаленной работы. Сейчас расскажу, почему. Ну, прежде всего, мы говорим, конечно, о малом бизнесе. То есть мы не говорим о заводах-пароходах. Это все-таки компании, которые ориентированы на штатную бухгалтерию, на бухгалтерию, которая сидит в офисе. Вот. И с точки зрения бухгалтерского аутсорсинга мы не рассматриваем, да, как целевую аудиторию таких клиентов. А вот малый бизнес, ИП и ООО, это как раз-таки целевая аудитория для удаленной работы. И здесь вы можете, у вас могут в голове возражения возникнуть, да. А если это ООО, в которой много первички? Как ее собирать? Как ее передавать, если бухгалтер находится удаленно? А если это ООО, которое расположено в совершенно другом городе, чем живет бухгалтер? Как организовать передачу документов? Как вот в этой самой первичке ничего не пустить, да, и при этом самому бухгалтеру не закопаться, не закопаться. Вот. Это возможно. Это возможно. Я хотела продемонстрировать, да, это на примере одной из моих учениц. Сейчас расскажу, как она устроила все, организует все в работе с такими клиентами. Итак, Ольга Вараксина, сейчас у нее доходы доказания бухгалтерских услуг 300 тысяч на обслуживание 11 ООО, 11 ИП и 2 НКО. То есть достаточно большой пул клиента, да. Все они на удаленке находятся. И смотрите, сколько занимает работа? Работа занимает у Ольги 4 часа в день. Как ей это удалось? Скажем так, выдающийся такой результат, согласитесь вы со мной, наверное, да. То есть достаточно редко мы такое можем видеть. Чаще всего бухгалтеры, наоборот, жалуются на то, что работаешь с утра до вечера, да, и ничего не успеваешь. Но Ольгина сильное качество. Кстати, здесь ее контакт. Можете ей тоже написать, что-то порасспрашивать. Я знаю, что она достаточно так с удовольствием, да, общается с коллегами. И вот в чем ее фишка? Фишка ее в том, что налажена четкая система делегирования и автоматизация. В чем она заключается? Если, что касается тех ООО на обслуживание, где есть большой документооборот, большой объем первички, она предлагает этим клиентам вести систему, когда на местах, то есть в офисе клиента, есть человек, назовем его помощник, да, он подчиняется и находится в штате, либо на гражданском правовом договоре, это не важно, да, именно вот этому клиенту, то есть это не Ольгин помощник, а именно помощник, который относится к этому клиенту. Возможно, это новый человек будет. Возможно, это дополнительная задрузка для какого-то имеющегося уже в штате сотрудника. И именно он занимается чем? Вводом первичных документов в базу, да, Ольга не касается первички, в принципе, ее ответственность – это контроль работы помощника и непосредственно отчетность. При такой организации работы и можно, видите, да, вот на такой график и на такой доход. Давайте немножко погрузимся еще, да, в тему, как не закопаться в первичке при работе с ООО и перестать выбивать ее с клиента, потому что часто мы слышим от бухгалтеров то, что руководители, да, клиенты не понимают, нужно выпрашивать, присылают первичку, присылают все в последний день, в итоге работа в авральном режиме, да, как вот этого всего избежать. Ответ на этот вопрос кроется в двух областях. Первое – налаживание правильного взаимодействия клиентам, да, то есть это коммуникация, коммуникация и договоренности. И второе, вторая область – максимальная автоматизация. Давайте каждый из этих пунктов рассмотрим подробнее. Итак, что такое правильное взаимодействие с клиентами и правильная коммуникация из того, что касается предоставления вовремя первички, да. Первое – это такая, касается договора, то есть мы, наши договоренности не просто проговорили, а часто бывает, что даже и не проговорили, но бухгалтер ждает, а клиент почему-то не делает, да. Так вот, мы в договоре прописываем обязанность к определенному сроку предоставлять первичку. Я вам здесь приготовила несколько скринов, как это может быть прописано. Например, в договоре у вас может быть такой пункт. Заказчик обязан предоставлять в согласованном порядке или по запросам исполнителя оригинала или копии документов. Документация тут прописана как документация, бухгалтерскую, финансовую, банковскую документацию, отчетность, электронные версии документов и базы данных, также иную информацию, необходимую для исполнителя, необходимую исполнителя для оказания услуг. Дальше. Это первое. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные заказчику, если данные убытки связаны с невыполнением заказчиков, заказчикам условий и обязательств. Например, связано с тем, что заказчик не своевременно предоставил сведения и документы, необходимые для оказания услуг. То есть заказчик не своевременно предоставил, они, возможно, не попали в расходы, не попали в вычеты, налоги были выше, но исполнитель не несет ответственности за этот факт. Также хороший вариант, хороший вариант в договоре еще прописать полученную стоимость услуг, в том случае, если клиент предоставил документы не вовремя. То есть если вовремя все предоставили, к определенному сроку завязан, это, естественно, срок сдачи отчетности, то, например, там 20 тысяч. А если предоставили после этой даты, то, соответственно, к стоимости применяется вот такой-то повышающий коэффициент, допустим, 1,2 или 1,1. Вот это все заранее оговоренное, не просто оговоренное, но прописанное договоре, оно дисциплинирует действительно заказчикам. Дальше еще один такой пример, как правильно наладить взаимодействие с клиентом в части предоставления документов. Это такое больше касается такого сервисного подхода от бухгалтера, заранее высылать клиенту списки документов, которых не хватает. Например, передаем клиенту таблицу с незакрытыми авансами, чтобы они сами могли проконтролировать, собрать документы вовремя, то есть действуем на опережение, помогаем клиенту не допустить просрочки. Еще один прием. В самом начале сотрудничества донести до клиента, в чем его выгода в предоставлении отчетности вовремя. То есть мы формально закрепляем в договоре его обязанность, но еще не все читают внимательный договор, это нужно проговорить. проговорить и словами через рот объяснить, в чем выгода клиента от того, что он будет предоставить документы вовремя. Не то, что вы должны оперировать не дисциплиной и не интересными бухгалтерами, а оперировать исключительно финансовой выгодой клиента. Так ему будет абсолютно понятно, зачем это надо. И известный факт, чем меньше документов предоставить, тем больше будет налог. И наоборот. Все клиент понимает в самом начале и к чему это приведет. Непредоставление документов тоже понимает. И еще один пункт, я сюда записала, возможно, он такой не очень, не очень ожидаемый в этом списке, но часто происходит так, что когда клиент что-то делает не так, например, у него вовремя предоставил документы, от бухгалтера пролетает, то есть недовольствие, мы ругаемся, мы ругаемся. А если он сделал все правильно, вовремя предоставил документы, мы ничего не говорим, то есть как будто бы не отмечаем этот факт, как будто бы так и надо. Про себя думаем, ну ладно, в этот раз, слава богу, все предоставил. Но мы с вами знаем, особенно родители, о важности такого положительного подкрепления поведения. Поэтому заказчик, клиент предоставил документы вовремя, что мы с ним делаем, хвалим, хвалим для того, чтобы положительно подкреплять, и собственно дальше он тоже продолжал это же самое делать. Вот. Ну что ж, коллеги, мы разобрали первую, первую составляющую, в вопросе, как не закопаться в первичке, это правильное взаимодействие с клиентом. Ну и третий пункт, это оператор по вводу первичных документов в офисе клиента, про этот пункт я уже подробнее рассказывала, ну и собственно здесь еще раз его подчеркну. И давайте поговорим о том, а как про переговоры, то есть как объяснить клиенту необходимость помощника. Опять же, мы здесь будем говорить не о том, что с точки зрения нужным, ненужным, неудобнее, нет, мы здесь говорим с клиентом, с точки зрения его выгод. И лучше всего эта выгода показывается на чем? Деньга. Когда мы обсуждаем с клиентом стоимость удаленного бежемесячного обслуживания, мы можем предложить ему на выбор два варианта. Первый вариант, и он более дорогой, когда вы вносите документы первичные сами, да, на стороне клиента должен кто-то их вам передавать в электронном виде скринами или другими копиями, либо если вы находитесь в одном городе с клиентом, то приезжайте раз в неделю в офис. Второй вариант, более экономный для клиента, когда документы вносят помощник на месте, а вы его обучаете, контролируете. То есть еще раз, первый вариант для клиента должен быть более дорогой, потому что ваша стоимость часа дороже, чем стоимость часа оператора по вводу документов. Здесь, я думаю, вы согласитесь со мной. И второй вариант, он для клиента более экономичнее, потому что стоимость часа помощника гораздо ниже, чем ваша. Вот так вот нужно показывать выгоду, и в данном случае выигрыши все и ваш клиент, и вы тоже избавившись от документа оборота. Так, ну что ж, мы с вами поговорили про первичку, про первичку о том, как избавиться от проблемы выбивания первички с клиента, как самому не закопаться, не закопаться именно в документ обороте. И давайте сейчас уже поговорим про продвижение. Мы поговорим про то, как искать таких клиентов, и начнем с темы топ-услуг для ООО, через которые они придут к вам на ежемесячное обслуживание. У меня здесь пять пунктов. Это расчет оптимальной налоговой нагрузки на 25-й год, консультация, аудит учета, восстановление учета и регистрация о внесении изменений в ЕГРУ. Давайте поговорим про каждый из этих пунктов подробнее. Итак, первый расчет оптимальной налоговой нагрузки на 25-й год. Вы знаете, что у нас 25-го года существенные изменения в законодательстве, связанные с тем, что первое, те компании на упрощенке, либо ИП на упрощенке, чей доход больше 60 миллионов в 24-й год будут платить НДС, и наоборот, те компании, которые сейчас находятся на основе, в связи с увеличением лимитов, смогут с следующего года применять упрощенку. И исходя из этого, расчет оптимальной налоговой нагрузки на 25-й год, сейчас востребованная услуга, сколько она стоит? От 10 до 200 тысяч. Или еще дополнительный вариант позиционирования в подарок для привлечения клиента к договору на постоянное обслуживание. То есть вы можете с ним договориться так. Моя услуга по расчету оптимальной налоговой нагрузки на 25-й год стоит 10 тысяч, или 0 рублей, если мы в дальнейшем с вами заключаем договор. То есть вы сначала берете 10 тысяч, а потом при заключении договора вы уже вычитаете стоимости первого месяца. Вот. И сейчас расскажу конкретный кейс, каким образом одной из моих учениц, как она продала такую услугу за 200 тысяч. Здесь несколько секретиков, слушайте внимательно. Итак, Нина Снупова, ей 61 год, она живет в Санкт-Петербурге. К ней обратился клиент. Что это за клиент? Производственная компания на основу. Обороты компании большие, и в следующем году их ждет что? Увеличение ставки налога на прибыль, да? Что абсолютно точно не радует. Запрос законным образом оптимизировать налоги. Нина в рамках консультации провела сравнительный анализ, как налоги изменятся в большую сторону в 25-м году, если компания останется на основу. Сделала расчеты, какие примерно будут налоги в 25-м году, если компания придет на усилен доходы минус расходы, да? С учетом повышения лимита этот вариант стал для этой компании возможен. Какие получились результаты? По налогу на прибыль экономия 8 миллионов 292 тысячи в год, по НДС экономия 20 миллионов 88 тысяч рублей в год. И здесь еще надо было сделать выбор, да? Применять ставку 5 или 7 процентов по НДС, и это оказалось выгоднее, чем предъявлять входной НДС за счет и платить по ставке 20 процентов. Все это Нина рассчитала, показала им на цифры. Стоимость услуги 200 тысяч. Здесь фишечка заключается в том, что Нина использовала интересную схему переговоров, когда цену привязали к результату и приписали в договоре. То есть договоры приписали конкретно. Если экономия на налогах в результате действий Нины, ее консультант составит более 10 миллионов рублей, то стоимость консультации будет 200 тысяч, а иначе 80. Почему такая схема переговоров, она выгодная? Потому что клиент понимает, готов ли я за экономию более 10 миллионов заплатить 200 тысяч. Да вообще не вопрос. Конечно, он видит свою выгоду. Вот. Директор согласился в данном случае. И еще один такой немаловажный вывод, потому что тоже я слышу от бухгалтеров, которые говорят, что кому вообще нужна такая консультация? Ведь в компаниях на основе, как правило, есть свои бухгалтеры. Неужели они этого все не знают? Но правда заключается в том, что нет, не все знают. Например, в случае с Ниной, в этой компании есть свой бухгалтер и сильный, хороший бухгалтер. Но она работала в этой компании больше 20 лет, что сильно сузила кругозор. А Нина, как фрилайзер, работает с разными клиентами и заказами. В этом плюс аутсорсера. Да, и она почувствовала в этом свою силу. Можно быть классным бухгалтером нами, но кругозор сильно сужен. То есть здесь, и это не единственный случай, мы сейчас собираем кейсы по консультациям под логовой реформе. И много ситуаций, когда действительно на консультации к аутсорсерам приходят компании, которых есть свой бухгалтер в штате. И это не какая-то суперредкость. Не какая-то суперредкость. Окей. Ну что ж, вы поняли, да, что сейчас консультация по налоговой реформе это супервыгодная услуга. Как же ее продать? То есть как сделать так, чтобы ваши потенциальные клиенты узнали о том, что вы можете такую услугу оказывать? Во-первых, добавить эту услугу в свои объявления. То есть если у вас есть объявление на Авито, если у вас есть свои страницы на профи, на ЮДУ, там отдельно, отдельным абзацем это выделить. Иначе никто и не догадается. Дальше. Второе. Сделать рассылку по клиентам. Например, по своим текущим клиентам на обслуживание. Например, по разовым клиентам, которые обращались ранее к вам на какие-то разовые услуги. Дальше. Третий прием. Писать на эту тему посты в соцсетях. Если у вас есть какая-то персональная соцсеть, вы ведете, допустим, ВК или вы ведете телеграм-канал. Естественно, на эту тему нужно писать сейчас. И четвертое. Если вы не ведете свою соцсеть, либо если даже и ведете, то не исключайте этот факт делать сториз. И сейчас очень классно работает для продвижения бухгалтеров именно сториз в мессенджерах. То есть даже если вы не ведете никакие соцсети, для вас это такая пока область непривлекательна, вы не готовы таким образом проявляться, то уж сториз в мессенджерах доступны абсолютно каждому. Ватсап и т.г. И я вам приготовила... Здесь еще, видимо, дальше у меня будет отдельный прям пример, какой текст написать для рассылки и для сториз. Чуть дальше мы про это поговорим. Дальше. Вторая услуга, которая поможет привлекать клиентов ООО на постоянное обслуживание – это консультация, да, то есть здесь мы отдельным пунктом выделили консультацию по налоговой реформе, а здесь что за другие какие-то темы консультации востребованы у этой категории клиентов. Консультация по открытию нового оформления, нового направления, то есть все нюансы по налогам, по оформлению, либо вопросы по своей текущей деятельности. Почему часто приходят требования? Штрафы. Как наиболее безопасно и выгодно, не только безопасно, но и выгодно вывести деньги с расчетного счета? Или, например, дробление или нет? Сейчас суперактуальный вопрос. Стоимость таких консультаций от 4 тысяч в час. Третья услуга. Экспресс-аудит учета. Здесь давайте разберемся в понятиях, потому что не нужно путать экспресс-аудит и полноценный аудит-учет. Что такое экспресс-аудит? Это такая быстрая выборочная проверка состояния налогового и бухгалтерского учета. Ее проводят удаленно, используя информацию из бухгалтерской программы. Здесь не нужен никакой там статус аудитора и так далее. Проверяя текущий максимум прошлый год, это мы делаем в том числе при приемке базы предыдущего бухгалтера, чтобы случить возможные проблемы нашего периода. Но и, в принципе, как зацепить клиента на сопровождение тоже используется. Стоимость экспресс-аудита от 10 тысяч рублей в зависимости от объема. Или, опять же, как подарок для привлечения клиента к договорному постоянному обслуживанию. То есть здесь подход тот же самый, как по консультациям, на налоговую реформу, мы обозначаем цену, берем эти деньги в качестве аванса. Но в дальнейшем мы можем вычесть эту сумму из стоимости первого месяца обслуживания. И это будет замечательный оффер, замечательное такое акционное предложение, которое поможет клиенту быстренько к вам перейти на обслуживание. Оформляем результат экспресс-аудита в форме отчета по найденным проблемам. И здесь какие проблемы, особенно нужно обязательно включить в этот отчет. Цель экспресс-аудита – дать четкий ответ на вопрос, какие нарушения и ошибки могут быть выявлены во время проведения проверки. То есть не в целом какие клиенты есть, нарушения в учете, еще там что-то, может быть, он их прочитает, подумает, ну и что, ничего страшного. А те нарушения и ошибки, которые могут быть выявлены во время проведения проверки, за которыми могут быть какие-то последствия. Вот они важны, и они должны попасть в отчет. И они, то есть не они, вернее, а решение этих проблем, будет потом продавать стоимость восстановления, например, вашей услуги, или стоимость сопровождения. И четвертая услуга – вот как раз-таки восстановление учета, про нее мы уже заговорили, да. Кто чаще всего приходит на восстановление учета – это клиент с какой-то проблемой. Например, не могут ответить на требования, блокирован счет из-за не сдачи декларации, они ушли от аутсорсинговой компании и не вернули им базу, частая проблема, либо просто пропал их бухгалтер, который работал с ними в удаленном формате, да. И вот этот клиент на восстановление учета. Здесь может быть какое-то большое ООО, либо совершенно небольшое ООО. То есть пугаться объема работ не стоит. Вполне это может быть какое-то небольшое ООО, к примеру, там, перестать УСН по 6% за год, где только доходы по выписке, но может быть и крупное, какой-нибудь производство. Соответственно, и чек будет совершенно разным. То есть здесь нет никакого средней стоимости по восстановлению учета, стоимость варьируется по ООО от 20 тысяч, да, это такая нижняя планка, но то, что выше, может быть совершенно разная цена в зависимости от объема работы. И пятая услуга – регистрация ООО, внесение изменений в ЕГРЮ, да, потому что давно прошли эти времена, когда регистрации ИП и даже ООО занимались исключительно юристы. Сейчас это довольно простая услуга, особенно если это ООО с одним учредителем, да, он же директор и, соответственно, нетипового уста. Это все можно сделать сейчас через банк, либо через сервис ФНС, они сами там формируют решения и приказы, да. Если же какая-то более серьезная ситуация, то есть несколько учредителей, тогда уже лучше к юристу отправлять за такой услугой. И что сделать? Не забывать зарабатывать на партнерке, да. То есть когда мы, например, клиента передаем юристу, у нас с этим юристом может быть договоренность о том, что если мы клиента им направляем, то нам, соответственно, часть вознаграждения перечисляется. Стоимость такой услуги от 5000 рублей плюс вот эта самая партнерка. Ну что ж, коллеги, мы поговорили с вами о пяти самых востребованных разовых услугах, через которые, да, мы можем привлекать клиентов на постоянное бухгалтерское обслуживание, клиентов ОВА. И давайте теперь обсудим, где таких вот клиентов на такие разовые услуги находить, да, какие есть площадки, самые работающие для поиска таких клиентов. Я вам подготовила большой списочек, давайте быстренько по нему приближимся. Итак, сарафан среди знакомых, да, когда вы через рассылку или через личное общение информируете, информируете свой ближайший и не только ближайший круг окружения о том, чтобы оказывать такие услуги. Дальше сарафан среди клиента. Скорее всего, он и так работает. Скорее всего, если клиент доволен вашими услугами, то он не то чтобы рекламировал, он вас рекомендует, если к нему обращаются с таким запросом. Но что здесь можно усилить? Можно сарафан среди клиентов сделать управляемым. То есть мотивировать клиента не просто вас рекомендовать, когда к нему обращаются с таким вопросом, а проактивно вас рекомендовать. Допустим, простой пример. Селлеры маркетплейсов, сейчас самая большая такая, одна из самых больших целевых аудиторий, да, каждый селлер находится в каком-то из чатов своих сотоварищей, то есть таких же селлеров, которые там обсуждают какие-то насущные вопросы, связанные с бизнесом. Легко ли ему в этот чат сбросить там пару слов с рекомендации? Вообще легко. Но с большей долей вероятности, что он это сделает, если у него будет какая-то профит от этого. Вот, позаботься о том, чтобы у него такой аргумент, такой профит был. Либо скидка какая-то, да, либо дополнительная услуга вы ему окажете, либо еще что-то. То есть ему должно быть интересно. Дальше. Ленивый сарафан. Что это такое? Я называю этот способ, когда аккаунты в мессенджерах, ватсап и телеграм, названы не просто Ольга, или там Ольга Краснова, да, а Ольга Краснова – бухгалтер для селлеров, например, да. И когда мы общаемся в разных чатах, и люди видят такое название аккаунта, они знают, к кому обращаться. Дальше. Партнерка. Вариант партнерки с юристами я вам привела. Ее также можно налаживать и с другими специалистами, которые тоже оказывают услуги для целевой аудитории, которая вам интересна. Например, другой пример, да, селлеры маркетплейсов. Кто еще им оказывает услуги? Например, специалисты по сертификации, специалисты по маркировке. И если вы запартнеритесь с такими специалистами, вы будете этим специалистам клиентов направлять, а они, наоборот, вам. Это будет здорово, для всех полезно. Дальше. Объявление на сайтах. Здесь топ-площадок, какие у нас? Авито, профи, еду, Яндекс.услуги. Это говорить, если про большую четверку. Другие сайты, они более редко используются, но, тем не менее, там тоже есть клиенты. Это фэл, например, Headhunter, региональные сайты. Дальше. Мессенджеры. То, что я вам уже сегодня рассказывала, это stories в WhatsApp, это stories в Telegram, и сейчас это тоже суперработающий вариант сарафана. Многие не могут себя, ну, то есть им очень трудно решиться на то, чтобы сделать рассылку по своим знакомым, и гораздо проще решиться на то, чтобы опубликовать какой-то stories в WhatsApp или stories в Telegram, да. Это тоже вариант сарафана, замечательный. Дальше. Комментинг в чатах, где есть ваша целевая аудитория. Например, там, если селеры маркетплейсов тусуются в этих чатах, то вы там тоже должны быть, и в случае возникновения вопросов консультировать их, помогать, показывать экспертность. Дальше. Очень мощный канал продвижения, это спикерство, то есть когда вы проводите онлайн-эфиры либо оффлайн-выступления на целевую аудиторию, сейчас суперактуальная тема – это консультация к налоговой реформе 2025, да. И на девятом месте соцсети, ведение уже профессиональной странички. И здесь хотела бы особенно остановиться на площадках профи-еду, потому что вижу, что многие бухгалтеры скептически относятся к этим площадкам. Допустим, они уже пытались на них выйти, но у них ничего не получилось. И сложилось такое превратное впечатление о том, что эти площадки не работают. Но на самом деле здесь просто не хватило чуть больше знаний о принципах работы этих площадок, да, и чуть больше упорства о том, чтобы наладить коммуникацию с клиентами, научиться правильно взаимодействовать с клиентами на этих площадках. По факту они работают, естественно, да, и на ООО тоже. Вот, например, несколько скринов. «Провела переговоры ООО на основу две фирмы, беру на восстановление, и согласны, и хотят ко мне на обслуживание сумму 65 тысяч за восстановление второй квартал». Или это про профи. Или вот начала отвечать на юду, на небольшие задания, заработала в сложности, в общей сложности за первый месяц около 10 тысяч, и 5 отзывов, и одного клиента, три в одном, ну там, видимо, группа по ИО, на 70 к. Да, это юду. Это юду, которую многие считают, что это площадка где-то, не знаю, только какие-то небольшие разовые услуги. Но факт тот, что разовые услуги в дальнейшем приводят клиентам на постоянное ведение. И такой промежуточный вывод сделаю, что все способы поиска клиентов подходят для любой ниши, на любой системе налогоблажения, но если вы все-таки нацелены на клиентов ООО, более крупных клиентов в своей линейке, нужно подстраивать под них именно то. То есть ваше позиционирование должно быть настроено на поиск именно таких клиентов, именно клиентов ООО. Как это сделать? Первое, через инфоповод с налоговой реформой, и второе, собственно, предлагать актуальные услуги для ООО. Про них мы сегодня с вами говорили. То есть в ваших объявлениях должно быть написано про налоговую реформу, в ваших объявлениях должно быть перечислено вот эти актуальные услуги для ООО, топ-5, про которые мы сегодня говорили. Он прямо четко, конкретно, перечень обозначен. Тогда клиент будет видеть, что к вам можно обращаться за ними. И вот, как я обещала, да, как, например, можно сделать призыв на конституцию по налоговой реформе через пост в соцсети, либо через сторис в мессенджерах, да, выбирать тот вариант, который вам подходит. Вот прям такой текст, можете заскринить, да. Всем привет, поднимите руку те, кто сейчас зарегистрирован, как и ПИО, платят УСН. Мы уже подготовились к введению НДС следующего года. Это у нас такая актуализация проблемы. Следующая часть, предложение. Провожу сейчас консультацию, вижу, что можно сэкономить от 1 до 20 миллионов рублей на правильном расчете налоговой ставки и выбрать стены налогообложения. Если хотите, дальше уже призыв к действию. Если хотите избежать переплат, выбрать выгодную ставку для вашего бизнеса, обращайтесь за консультацией, не откладывайте на декабрь, когда все востребованные специалисты в этой теме будут на расхват. Пишите в личку, да, призыв к действию. Вот примерно такой текст можете выложить, как пост в соцсети или как сторис в мессенджерах. Также приготовила еще пример сообщения для сарафана. То есть, если вы решили использовать такой прием, как сарафан среди знакомых, либо сарафан среди своих старых клиентов, которые к вам раньше, может быть, за какой-то разовую услугу обращались, да, но не перешли на постоянку, то тоже можно напрямую выслать, сделать рассылку. Такого же примерно характера. Добрый день, это сообщение будет актуально для ИП и ИО на УСН. Уже подготовились к введению НДС следующего года. Провожу сейчас консультации. В общем, короче, здесь тот же самый текст, только немножко переделанное название. Тоже можно заскрилить. И прямо, если вам нравится этот текст, напишите, как вам такой образец сообщения. Если нравится, то можете прям без права его использовать, оно рабочее. Дальше, как еще использовать инфоповод с налоговой реформой? Да, как я уже говорила, добавить эту услугу в свои объявления. Например, в вашем объявлении на Авито может быть добавлен абзац «Консультация по НДС для ИП и ИО с 25-го года». Подготовлю к изменениям, проанализирую последствия, помогу выбрать самый оптимальный вариант. Вот такой текст у вас должен быть написан и быть в перечне ваших услуг. Как добавить актуальные услуги для ООО в свои объявления? Например, мы говорили с вами о том, что экспресс-аудит – это один из топ-услуг, которые приводят потом на постоянное обслуживание. Пусть она у вас будет в перечне ваших услуг. Например, про экспресс-аудит. Экспресс-аудит вашей бухгалтерии – 0 рублей. Это как раз-таки использован акционное предложение, когда 0 рублей, когда если мы заключаем с вами договор на постоянное обслуживание. И вы не просто пишете экспресс-аудит 0 рублей, а объясняете дальше, в чем будет результат клиента. Дам заключение. Какие нарушения и ошибки могут быть выявлены во время проведения проверки? Ну, то есть такое продающее описание вашей услуги добавляете. И самая главная ошибка бухгалтеров, которые начинают привлекать клиентов, но при этом их результат не устраивает – это маленький охват, мало площадок продвижения. То есть частая ошибка – задействовали какую-то одну площадку, например, Авито, она почему-то не сработала, в итоге разочарование, опускаются руки и кажется, что все, теперь клиента не найти. Но как правильно здесь, да, выстроить систему привлечения, не разовое действие, а систему привлечения. Что это за система? Задействовать три плюс площадки, три минимума, можно больше. Какие из них самые популярные, мы сегодня с вами про это говорили. И второе – регулярно повторять действия по привлечению клиента. То есть что такое регулярно повторять действия по привлечению клиента? Мы сегодня с вами говорили про такой работающий способ продвижения, как сториз. Сториз в мессенджерах, да, в WhatsApp и в Telegram. И кто-то думает, ой, я один раз разместила свою сториз, да, все уже знают, что я бухгалтер, больше нет смысла, не надо больше делать. Но это не так. В маркетинге есть такая система, да, семи касаний. Когда клиент к нам приходит на какую-то услугу, после того, как мы не один раз, а несколько раз коснемся его, покажем свою экспертность, да, то, чем мы занимаемся, какие-то выгодные предложения он от нас услышит, и потом он становится быть готов. То есть, например, такие можно придумать инфоповоды для сториз, темы, что показывать. Например, вы посетили этот вебинар, у вас появилась какая-то мысль. Вы просто делаете сториз о том, что выпустили этот вебинар и узнали что-то, повысили свою, там, квалификацию, да. Если вы где-то учитесь, прошли обучение, получили сертификат, тоже выложили. Если вы работаете прямо сейчас с клиентом, допустим, вы считаете ему налоговую нагрузку или избавляете его от блокировки счета, да, и мозги плавятся, вы просто делаете сториз об этом. Рассказывайте о том, какая у вас сейчас в работе услуга, например. Или вы посчитали налоговую нагрузку для клиента, у вас получилась вот такая экономия. Это тоже инфоповод для того, чтобы рассказать об этом сториз. И если вы будете регулярно, да, заниматься продвижением, привлечением клиентов, то вот будет у вас такой результат. Это результаты привлечения клиентов от сториз. Вот бухгалтер разместил вот такой статус в WhatsApp, и ему тоже написал, да, человек, который из его контактной книжки увидел, я твой первый клиент, полный введение ИП, в данном случае ИП. Соцсеть сработала, сториз Ольги про покоряю новую ступень. Ну, то есть покоряю новую ступень, имеется в виду, бухгалтер, он пришел на обучение ко мне и разместил об этом сториз. Вот, только лишь сториз о том, что бухгалтер пришел на обучение, помогло привлечь клиента. И не забывайте про хх.ру, это эффективная площадка для поисков клиентов ООО. И здесь мы что делаем? Мы составляем все-таки резюме на удаленного бухгалтера, но не только составили резюме, да, но еще откликаемся на вакансии, причем и те, которые ищут удаленного бухгалтера, и те, которые, в принципе, не написано, что там удаленный бухгалтер, допустим, вроде бы, как они в штат еще, да, но путем переговоров можно договориться на удобный вам формат работы. Эту площадку не стоит исключать сейчас. И в своем резюме, да, напишите необычное, как вы обычно умеете делать, да, для поиска работы в найме, а продающие объявления, что такое продающие объявления, описывать свой опыт не где вы работали сколько лет, в каких компаниях, а с точки зрения выгоды для клиента. Ну, это такой общий принцип, когда мы любое объявление выкладываем на Авито, на Профи, на ХХ тоже. И подведем самую главную мысль, самое главное правило для успешного привлечения клиентов. Получается того, кто систематически делает действия по привлечению клиентов, а какие мы сегодня разобрали. Ну что ж, коллеги, жду ваши вопросы, буду рада на них ответить. И обещала я вам подарки. Сейчас расскажу, как их получить. Первое – это дайдже судебной практики по УСН. У вас есть кнопка под эфиром. Можете по ней пройти и скачать, ознакомиться, ознакомиться с актуальной судебной практикой, которая нужна для успешной работы с этими клиентами. И второй суперполезный подарок – это калькулятор по налоговой реформе. Собственно, с помощью этого инструмента вы сможете быстро проводить для клиентов те самые консультации по налоговой реформе 2025, которые сейчас составляют суперпостребованную услугу. Мы сегодня об этом много говорили. Ну и, естественно, как обещала, подарки будут не только от Ольги, а это еще от нас. В конце вебинара вы сможете с этими подарками ознакомиться. Итак, мы сегодня с вами уже разобрали, какие клиенты ООО подходят для удаленной работы, какие услуги вы сможете, так сказать, расширить в списке своих услуг по привлечению новых клиентов и какие услуги выведут на обслуживание. Давайте сейчас более подробно разберем, как все-таки быстро, без ошибок вести учет, как максимально автоматизировать, как удобно взаимодействовать с клиентами, какие инструменты есть для этого взаимодействия. Напомню, компания Tensor является разработчиком системы SBIS-SABI. Это один из ведущих операторов электронного документа оборота, крупнейший федеральный удостоверяющий центр и оператор связи для сдачи отчетности. Мы помогаем автоматизировать бизнес уже более 25 лет и точно знаем, что нужно бухгалтеру для успешной работы. Итак, я уже анонсировала, что мы будем с вами обсуждать. Давайте уже очень быстро приступим. На самом деле, очень много было запросов от бухгалтеров, аутсорсеров, как же справиться с огромным количеством программ, которые сейчас уже существуют. Это создает определенные сложности. Постоянно приходится переключаться между интерфейсами разных программ. Это программы для ведения учета, облачной бухгалтерии, для расчета зарплаты, для программы для электронного документа оборота, для сдачи отчетности. Также необходимо использовать облачные системы хранения документов, обмена с клиентами. Обязательно нужно не забыть про управление своим временем и управление временем своей команды. Это различные календари, планировщики. А еще нужны программы для ведения клиентов. Это различные CRM-системы и средства коммуникации. Не забываем про мессенджеры e-mail, в которые активно переходят наши клиенты и как минимум нам отправляют туда запросы на свои новые услуги. Естественно, все эти системы необходимо поддерживать и обновлять, что достаточно иногда бывает сложно. Например, в части той же системы учета. И в этом случае Сабибухта является прорывным решением. Сегодня мы с вами его посмотрим. Она нам покажет на практике, как быстро, без ошибок вести обслуживание по клиентам. Это единственная система, которая включает в себя абсолютно все. Например, как удобно работать с клиентами без потери конфиденциальности данных. Далее, как быстро вести учет и издавать отчетность в одной программе. Как просто держать дела клиента под рукой, и вы никого не забудете. Также можно объединить все мессенджеры и e-mail в одном приложении. Причем ни одно сообщение от клиента не потеряется. Ну а если есть сотрудники, то вы удобно сможете контролировать и поставленные задачи, и коммуникации между ними. Еще Сабибухта – это современная веб-платформа, которая подходит и для удаленной работы. Вас и ваших сотрудников можно с любой точки мира, с любого устройства подключиться. Любое количество сотрудников, у каждого будут свои права. Система не требует обновлений, потому что она всегда находится в актуальном состоянии. Ну как же выглядит Сабибухта? Достаточно все очень просто. Есть главная страница, удобная, простая в использовании. Здесь пару инструментов. Это виджеты, которые вы можете добавлять и легко настраивать. Это, например, календарь бухгалтера, это взаиморасчеты по клиенту, это список плановых событий, это чаты. И, кстати, именно в чаты придет запрос на новую услугу. Чаты можно интегрировать с мессенджерами. Это Telegram, WhatsApp, Avito и другие. И виджеты помогут ускорить вам рутинные бухгалтерские операции, проконтролировать выполнение задач по клиентам и сотрудникам. Или, например, покажут новый запрос в чате. Наверное, вы меня спросите, как добавить нового клиента. Новый клиент к нам пришел, запросил какую-то услугу. И, чтобы его добавить, к примеру, достаточно все очень просто. Ввести ИНН либо название. Карточка клиента уже заполнена. Реквизиты за вас заполнила Саби Бухта. А далее осталось договориться с клиентом на бухгалтерское обслуживание. Ну, конечно, останутся клиенты, с которыми удалось не сразу договориться. И чтобы таких клиентов не забыть, вы всегда сможете вовремя позвонить этим клиентам. Причем в этом поможет вам Саби Бухта. Контакты будут всегда на виду. Вы сможете отправить сообщения как на e-mail, так и мессенджеры. Ну, например, Ольга нам рассказывала про рассылки в мессенджеры, про налоговую реформу. Да, вы сможете это сделать прямо из Саби Бухта, не переключаясь в тот же мессенджер. Либо вы можете позвонить клиенту прямо из карточки. То есть есть синхронизация с телефонией. Ну, и по результату общения с клиентом Саби Бухта поможет зафиксировать договоренности и с легкостью запланировать плановые события. Ну, а виджет на главной странице вовремя их покажет, перейдет в общение и поможет заключить договор на бухгалтерское обслуживание. То есть тот самый виджет, который напомнит вам, к примеру, через месяц, через неделю о том, что необходимо с клиентом договориться. Итак, мы с вашим клиентом, вы с клиентом пришли к определенным договоренностям, и вы теперь должны заключить с ним договор и организовать его обслуживание. Как заключить договор? Достаточно быстро, просто. Клиент уже заведен в системе. Осталось создать договор. Я посмотрела вопросы, очень много есть желающих посмотреть вебинар на тему работы именно с договорной частью. Так вот, Саби Бухта вам в этом поможет, потому что договор на бухгалтерское обслуживание уже встроен в систему. То есть заведен сам текст, реквизиты заполнят Саби Бухта автоматически. А подробное описание клиента поможет вам еще и указать специфику по клиенту, то есть ответить на вопросы. Ответы уже тоже представлены, то есть вам необходимо просто будет выбрать. Далее, естественно, Саби Бухта поможет еще и объединить все ваши услуги, которые вы представили клиенту, в виде спецификации. И спецификация посчитает общую сумму обслуживания по каждому клиенту. Но при подписании договора данная спецификация автоматически приложится. Печатная форма договора уже будет готова. Она уже заполнена и реквизитами, и спецификой клиента. И либо с помощью легкоудобного конструктора вы сможете один раз составить свою форму договора, и она будет также автоматически заполняться. Но еще раз напомню, что мы позаботились о вас и вложили в Саби Бухту договор, готовый, именно заточенный под бухгалтерское обслуживание. И самое приятное, все уже спрашивали про электронный документ оборот СБИС. Он встроен в Саби Бухту. Вы сможете прямо из печатной формы договора, либо из карточки договора, отправить договор на подписание вашим клиентам через электронный документ оборот. Либо, если они хотят ознакомиться с данным договором, то можно отправить на e-mail или мессенджеры, опять же, прямо из этого окна за счет интеграции с данными ресурсами. Также требуется еще в рамках обслуживания хранить документы по клиенту, причем вы, работая удаленно, должны к ним иметь оперативный доступ. Если в Саби Бухту позаботилась о вас, документы под рукой по каждому клиенту, вы сможете их и взять в работу, вы можете загрузить данные документы прямо в карточку договор на бухгалтерское обслуживание. Ну, а ваши сотрудники сможет оперативно получить к ним доступ в любой момент. Ну, опять же, если у них есть на то расширенные права. За любым клиентом в Саби Бухта можно закрепить ответственного сотрудника, благодаря чему сотрудники получат доступ к конкретному клиенту. Они увидят только своего клиента. И плюс, очень удобный интерфейс позволит им перейти в аккаунт клиента с помощью одной кнопки без дополнительных настроек. А руководитель с легкостью посмотрит, какие сотрудники закреплены за клиентом и также рассчитает нагрузку по сотрудникам. Еще очень удобный интерфейс. В самом договоре есть возможность формировать документы с помощью встроенных шаблонов. Это первичные документы, это счета. Через одну кнопочку плюсик мы нажимаем счет, счет уже заполнен, реквизиты клиента и ваши уже добавлены. Осталось отправить счет по ИДО, например, счет в рамках договора на бухгалтерское обслуживание ежемесячный либо ежеквартальный. И вы сократите свое время на ручное заполнение. Ну и акты формируются также на основании счета одной кнопочкой. Также есть очень удобный момент взаиморасчеты по договору. То есть нам нужно как минимум отслеживать оплату по нашим услугам. Вся информация уже есть в договоре на бухгалтерское обслуживание. За счет интеграции с банком и с безбухгалтерией САБИ покажет оплаты с ранее связанными документами и отобразит, кто еще не оплатил, кто должен и проконтролирует задолженность уже, соответственно, за вас. Итак, мы с вами посмотрели, как легко зарегистрировать клиента, занести его в САБИ Бухта, как просто заключить договор на бухгалтерское обслуживание, а как же теперь обеспечить полную конфиденциальность данных клиента в рамках его обслуживания. Единственный ответ на этот вопрос – это надо создать персональный личный кабинет клиента. САБИ Бухта вам в этом поможет. Причем вам не придется уточнять у клиента информацию, есть ли у него личный кабинет. САБИ Бухта сама определит существование кабинета и сообщит об этом вам. И, соответственно, если кабинет у клиента уже есть, то вы с легкостью одной кнопочки запросите в этот кабинет доступ, либо при наличии электронной подписи откроете доступ самостоятельно. А если кабинета нет, то можно самостоятельно с помощью одной кнопки открыть личный кабинет. И вам не придется тратить время на звонки менеджерам, либо официальным партнерам. Вы сможете это сделать сами прямо в договоре на бухгалтерское обслуживание. Итак, получив доступ в кабинеты своих клиентов, вы сможете самостоятельно, без постоянной авторизации дополнительных интеграций, переключаться между кабинетами. То есть все кабинеты клиентов будут под рукой. С помощью одной кнопки вы сможете переключиться в кабинет, чтобы, например, вести бухгалтерский кадровый учет, формировать и сдавать отчетность, работать с электронным документоборотом, вовремя обрабатывать требования, электронные, больничные, или, например, работать с кассами. Итак, клиент заведен, договор заключен, доступ в кабинеты клиента получены. Что мы делаем дальше? А дальше мы автоматизируем ведение учета и сдачу отчетности. Все это мы делаем очень быстро и без ошибок. В этом во всем поможет саби, причем уже статьи доходов и виды расходов добавлены. Все настроено согласно законодательству и методологии бухучета. И с помощью саби-бухта и с безбухгалтерия вы сможете без переключения между приложениями организовать простой обмен документами с клиентом, например, для занесения перевички. Этот вопрос сегодня Ольга уже освещала. Мы с вами сейчас более подробно посмотрим, как это происходит. Также можно настроить прямой обмен с банками и кассой, правильный расчет налогов и быструю сдачу отчетности с первого раза, и кадровый, и воинский учет. В личном кабинете клиента мы сможем удобно работать с документами. Есть два момента. Есть электронный документ-оборот и подписанные электронной подписью документы. Они сразу автоматически попадают в учет, соответственно, проводки будут уже сформированы. А есть еще бумажные документы. Бумажные документы можно распознать с помощью встроенного интерфейса. Как это работает? На самом деле вы своему клиенту можете предложить наше мобильное приложение САВИ. Оно абсолютно бесплатно, с помощью которого можно сфотографировать любые первичные документы. Документы автоматически попадут в папку «Разобрать», где произойдет их распознавание, и автоматическое заполнение карточки документа и сопоставление номенклатуры. Либо, если номенклатура новая, то одной кнопкой вы занесете данную номенклатуру вам к себе в каталог. Опять же, без ручного заполнения справочников. Система распознает документы с 99% точностью. Соответственно, это быстро, просто, удобно, и вы сможете с помощью распознавания документов взять организации, такие как ООО, к себе на обслуживание. Как еще опросить вам работу? Мы настроили, естественно, интеграцию с банком и с ОФД. Если у клиента есть розничная торговля, то вы с помощью СБИС ОФД забудете о бесконечных выгрузках данных из ОФД, либо обмене с торговыми программами. Клиенту достаточно будет переключиться на СБИС ОФД, и как только кассир закроет смену, САВИ автоматически сформирует документы продажи и спишет выручку отдельно и по наличным, и по эквайрингу. Также САВИ напрямую умеет обмениваться с банками. Отправляются платежки, выгружаются и загружаются выписки автоматически. Вам не придется делать это вручную, даже через разбор текст-файла, как в 1С. САВИ это сделает за вас. И, что еще удобно, свяжет оплаты с документами оснований и сразу отразит их в учете. Согласитесь, это достаточно удобный и простой механизм. Далее, расчет налога прост и понятен. Я в самом начале вебинара говорила, что мы поможем вам максимально автоматизировать, вести учет без ошибок. Да, на самом деле это так. Что происходит? В два клика вы рассчитываете налог, далее платежку сформировали, причем, опять же, кнопкой САВИ это делает за вас автоматически, заполняет все реквизиты. Далее в эту платежку отправляете в банк одной кнопкой. Интеграция с банком уже настроена. И уведомление для налоговой уже готово. Оно сформировано и заполнено. Вам останется его только отправить. Сдача отчетности уже встроена в СБИ с бухгалтерией. А еще в окне уплаты налога мы сразу увидим движение по единому налоговому счету по данным бухгалтерского учета. САВИ подскажет, сколько надо доплатить с учетом долга или переплаты. И в дополнение, если подключена лицензия Суперсверка, то данные по ЕНС в учете можно сверить с данными ФНС. И вы сразу увидите разницу переплату, да, либо недоимку. Также легко в САВИ ввести и кадровый учет, расчет зарплаты. Почему? Потому что также встроена система распознавания документов. Система распознает паспорт СНИЛС, автоматически заполняет карточку приема на работы и создает уведомление в Социальный фонд России для того, чтобы сообщить о кадровом мероприятии. Причем это уведомление уже заполнено. Сдача отчетности встроена в кадровый учет. Вам останется только отправить данный документ. Ну и, соответственно, когда произойдет период уплаты налога, САВИ рассчитает налог автоматически и учтет переплату или задолженность и сформирует платежку. А еще в САВИ есть автозаполнение уведомлений, отчетов и документов по воинскому учету. И напомню всем вам, что с ноября 2024 года, да, уже совсем скоро, начинает действовать единый электронный реестр воинского учета. Оставаться в тени будет невозможно и работодателям, и военнообязанным гражданам. В связи с этим вы можете предлагать услугу, дополнительную услугу своим клиентам по ведению воинского учета и зарабатывать на этом. То есть не только налоговая реформа, но и воинский учет поможет вам заработать больше. Причем мы сейчас уже очень много получаем запросов от бухгалтеров, бухгалтеров-аутсорсеров на получение данной услуги. И мы для вас специально по этой причине подготовили курс, который научит вести воинский учет сотрудников и поможет избежать штрафа. Записаться на курс вы можете и оставить заявку, вы можете по QR-коду, он у вас на экране. Либо есть облачко справа внизу, кому удобно, либо QR-код, либо облачко. И почему стоит идти на курс? На самом деле все очень просто. Мы покажем всего четыре урока, которые полностью закроют вопросы по воинскому учету. Также это будет не только теория, а еще практика и вебинар дополнительный с вопросами и ответами, который состоится 21 ноября в 11.00. Плюс мы представим шаблоны для воинского учета и образцы заполнения документов. Ну и, естественно, для каждого будет сопровождение в закрытом чате. Согласитесь, у вас появится новая услуга для, так сказать, расширения всех своих текущих услуг в том числе. Обязательно сканируйте QR-код и переходите на запись на курс. Далее, что еще? Ваш клиент, естественно, наверняка иногда запрашивает управленческие отчеты. В чем плюс? В Саби эти отчеты уже готовы. Это отчеты по движению денежных средств, отчеты по продажам. И так как Саби уже все подготовил, вам останется клиенту данный отчет отправить на электронную почту, либо, соответственно, ссылку на данный отчет, например, в тот же мессенджер или, еще раз повторюсь, в e-mail. Мы с вами рассмотрели, как удобно вести учет в кабинете клиента. А теперь давайте посмотрим, что для этого нужно. Для ведения учета сверки с единым налоговым счетом, для отправки отчетов, для работы с электронным документом оборотом, у вас должны быть лицензии на работу в Саби. Если их нет, то вы сможете подключить сами, прямо в Саби Бухта. Есть два способа. Причем в Саби сначала вам сообщит, что нет лицензии в кабинете клиента. То есть вам не надо, опять же, просить клиента, чтобы он уточнил, есть ли лицензии. И, соответственно, если их нет, вы сможете это сделать достаточно быстро и просто. Первый момент. Вы сможете купить свой аккаунт в лицензии и передать в аккаунт клиента. Причем при оптовой закупке сработают скидки до 90%. И на бухгалтерию, и на суперсверку, и на кадровый, и на воинский учет. И вам не придется уговаривать клиента приобрести отдельную лицензию по розничной стоимости в свой кабинет. А в случае расторжения договора на обслуживание с клиентом, данная лицензия отзывется автоматически. Или возникают ситуации, когда необходимо перенести действующую лицензию из одного аккаунта в другой. Вы также это сможете сделать, но только с помощью Саби Бухта. Ну и второй способ. Вы сможете сами продать лицензию Саби в аккаунт клиента по партнерской программе, получив себе вознаграждение в размере 25% от розничной стоимости. Да, на Саби Бухта вы сможете получать и дополнительный доход. Ну или, как ранее, клиент сможет сам обратиться к менеджеру компании Тензора, либо к официальному партнеру и купить лицензию в свой кабинет. Что еще удобно? Вы сможете с легкостью увидеть и актуальный список действующих лицензий по всем вашим клиентам, либо Саби Бухта подскажет, какие лицензии еще можно передать вашему клиенту. Также отобразятся взаиморасчеты по проданным лицензиям, и вы сможете сразу увидеть и выручку, и сумму, которую вы должны компании Тензор за проданные лицензии. Итак, мы с вами посмотрели, как работать, вести обслуживание по одному клиенту. У нас клиентов много, а как же быстро по всем работать клиентам сразу, как не забыть и успеть сделать все дела по клиентам. Естественно, в этом поможет Саби Бухта. Интерактивный календарь не только напомнит дни сдачи отчетов, уплаты налогов, закрытие периодов и прочие контрольные точки по всем вашим клиентам, но и прямо в календаре вы сможете сформировать и отчет. Он будет заполнен автоматически по данным отчета, или, например, какое-то бухгалтерское мероприятие. Также в календаре ничего лишнего. Вы увидите только те события, которые необходимо сделать в текущий момент, либо те события, которые вы уже сделали. То есть календарь контролирует и что сделано, и что не сделано. Если сотрудники закреплены за вашими клиентами, то они увидят в календаре только свои события. События в календаре формируются автоматически. Вам не придется вручную для каждого клиента набирать список дел. Согласитесь, это очень удобно. Саби Бухта позаботилась о вас и в рамках работы с требованиями. То есть есть в Саби Бухте единый реестр, который собирает требования по всем аккаунтам клиентов, личным кабинетам. Благодаря чему в этом реестре вы увидите актуальный список тех требований, которые необходимо взять в работу. Сначала подтвердить, а потом ответить. При ответе на требования включена встроена нейросеть, которая поможет вам и распознать запрос от налоговой. Она же сформирует ответ для налоговой и подберет соответствующие документы для ответа на требования. Если у вашего клиента подключен тариф «Суперсверка», ну, например, у всех ваших клиентов, как же просто смотреть движение ЕНС в одном окне, в этом поможет Саби Бухта. Она соберет информацию со всех кабинетов, отобразит вам в едином реестре движение по налогам ЕНС, переплату, недоимку, предстоящие платежи, отобразит детальные расшифровки и движение денег по карточкам налогов ЕНС по всем вашим клиентам в одном окне. Ну, и, естественно, если есть необходимость, то проверить еще книги покупок и продаж. Это будет особенно актуально с января 2025 года. И проверить данные по всем вашим сотрудникам. А если у вас есть команда, у вас есть сотрудники, благодаря которым вы ведете обслуживание по клиентам, то Саби Бухта поможет вам и контролировать поставленные задачи и коммуникации с сотрудниками в том числе. Что нам поможет? Нам поможет, например, функционал, который называется планирование регулярных задач. Что это такое? Это возможность создавать какие-то персональные события с разной периодичностью. И да, он также заполняется автоматически по всем плановым событиям ваших клиентов. Саби Бухта позволяет еще и руководителю проверять, как работают ваши сотрудники, получены ли документы, посчитаны ли налоги, вовремя ли рассчитана зарплата, все ли отчеты сданы и что еще осталось. Причем очень удобно, все интерактивное. Статусы событий отображаются в режиме реального времени. Вы сможете кликнуть на каждую зеленую галочку, открыть, например, отчет, посмотреть протокол. И все это в режиме одного окна. Вам не нужно идти в кабинет клиента и искать тот или иной отчет, результат сдачи. Согласитесь, в протоколе наглядно видно, что сделано, что не сделано. И посмотреть результат вы сможете прямо в одном окошечке. Ну а выборку можно построить как по организациям, так и по сотрудникам. А также, если вы с клиентом договорились, что часть дел будет делать клиент, к примеру, распознавать, загружать первичку. Либо, соответственно, вы будете контролировать сроки подписания по тем отчетам, которые он готовит, то все это с легкостью можно делать и в этом реестре, который называется контроль. То есть можно проконтролировать и самого клиента в том числе. Сабибухта поможет вам еще и учесть время работы сотрудника по каждой задаче вашего клиента. То есть рассчитает затраты времени по всему договору автоматически при указании событий и отметок времени. Зачем этот нужен функционал? Например, для того, чтобы понять, какой клиент вам выходит, соответственно, дороже. Вы можете сравнить количество времени, затраченное на обслуживание, и выручку от него. А еще, если вам необходимо сделать фото дня, вы с легкостью сможете это сделать. И подтвердить клиенту результат своей деятельности и выполнение всех операций по его задаче. Также, естественно, можно сформировать различные разовые задачи, поручения своим коллегам, причем установить срок, проконтролировать их выполнение. Если коллеги ушли в отпуск, то одной кнопочкой можно переназначить все задачи. Достаточно быстро и просто, без перенастройки прав, перенастройки задач и так далее. Максимально быстро работаем, обслуживаем своих клиентов. Также Саби Бухта поможет настроить коммуникации между сотрудниками. Можно с легкостью прямо в Саби писать сообщения коллеге, например, через мобильное приложение. И также уведомлять их о каких-то задачах. Причем уведомления будут приходить автоматически. Также можно использовать в Саби календарь, который поможет планировать рабочий день любого сотрудника. Ну, а если вы написали сообщение, можно посмотреть, что оно прочитано, либо не прочитано, да, или с помощью специального фильтра вы сможете увидеть, кто вам не ответил. И, естественно, учиться вам не придется. Функционал сообщений в Саби не уступает любому мессенджеру. Он достаточно прост и удобен. Итак, мы с вами посмотрели, как максимально автоматизировать, как быстро и без ошибок вести обслуживание по клиентам. Давайте рассмотрим еще одну небольшую, маленькую тему. Это как удобно взаимодействовать с клиентами, какие есть инструменты, как не пропустить все важные события по вашим клиентам и не потерять в огромном количестве инструментов. Это Telegram, это WhatsApp, это запросы с Абита, это e-mail у кого-то еще, много корпоративных почт и так далее, и так далее. Итак, на самом деле мы уже придумали все за вас. В Саби в бухте есть удобный функционал, это обмен сообщениями и видеозвонки. И, соответственно, когда нужно обсудить с клиентами конкретный отчет, требования, события или документ, вы можете написать прямо из этого документа, прямо из отчета. Вы можете прямо из отчета написать клиенту «Подпиши отчет». Клиент увидит данное сообщение с ссылкой на отчет, откроет ссылку, увидит отчет, подпишет. Не надо искать, где находится отчет в Саби. Все достаточно быстро и просто работает прямо по ссылочке. Ну и вы сможете, например, организовать видеосовещание с клиентами прямо в Саби Бухта. Также в Саби Бухта каждому клиенту может предоставить персональный канал. Канал работает в мобильном приложении либо в компьютере. В этом канале могут быть участники, как ваши сотрудники, ответственные за данного клиента, так и сам клиент, где они оперативно быстро смогут обмениваться любой информацией, сообщениями, файлами и даже выставлять задачи и контролировать срок выполнения по каждой. Ну и, естественно, настроить уведомления, если пришло какое-то новое сообщение. Этот канал вам заменит все мессенджеры и e-mail в том числе. Попробуйте. Инструмент очень удобный в использовании. Многие аутсорсеры его уже взяли на вооружение. Вы также сможете попробовать. Ну и мобильное приложение выглядит достаточно просто. Там есть абсолютно все, что нужно вам и вашему клиенту. Напомню еще раз, что это мобильное приложение Саби. Его можно, соответственно, установить для Android и iOS. Там есть обмен сообщениями, обмен задачами, различные уведомления. Есть папка для работы с документами для первички, что очень удобно. И прямо с мобильного приложения можно будет и осуществлять видеозвонки. Ну и, конечно, мы поддержали интеграцию с мессенджерами и e-mail. То есть в данном случае можно настроить режим единого окна, в рамках которого вы сможете получать сообщения со всех мессенджеров. Не пропустите и не потеряйте сообщения от клиента. И интеграцию можно настроить даже и, например, с вашим сайтом в том числе. Все это находится в одном разделе, называется «Чаты». Достаточно быстро и просто все настраивается. Ну а если у вас несколько рабочих e-mail-адресов, такое тоже бывает и достаточно очень часто, Забибухта поможет объединить переписку с разных источников. И все письма будут храниться в одном разделе, и вам не придется переключаться между приложениями. Согласитесь, тоже очень удобно сократить ваше время на открытие дополнительных вкладок, обработку папок и прочее. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели, как максимально быстро, просто автоматизировать ваши процессы. Зачем, как нам сказала Ольга, чтобы быстро и без ошибок вести обслуживание ваших клиентов, чтобы сократить время и работать 4 часа в день. И также рассмотрели, какие есть удобные инструменты для взаимодействия с вашими клиентами. И, как вы увидели ранее, все это есть в Забибухта. Она поможет легко и просто организовать и контролировать эффективную работу по бухгалтерскому обслуживанию для любого количества клиентов. Она поможет сэкономить время и трудозатраты на ведение учета, учета и подготовку и отправку отчетности, а еще выстроит простые коммуникации с клиентами. И да, я вас призываю, используйте одну программу. Вместо множества нескольких разрозненных программ вам будет так удобнее и проще, и вы будете быстрее работать. Ну и почему нас выбирает бухгалтера у Сорсеры? Вопрос, ответ на самом деле достаточно прост. Бухгалтера без сотрудников рекомендует нас за возможность вести учет и сдавать отчетность в одной программе, без дополнительных авторизаций и переключений между кабинетами клиентов, независимо, сколько их, у каждого клиента свой кабинет, их много. Мы не призываем вас работать в отдельных кабинетах. Соби-бухта поможет объединить все в одном приложении. Ну и аутсорсинговая компания выбирает нас за возможность решать множество бухгалтерских задач быстро и без потери качества. И еще один приятный момент, о котором я говорила в самом начале. Только Соби-бухта поможет вам поучаствовать в партнерской программе, благодаря которой вы сможете получать вознаграждение при продаже лицензии Соби, СБИС. Стоимость вознаграждения составляет 25% от розничной цены каждой лицензии. Ну и сколько стоит единое решение? Классный инструмент Соби, инструмент для обслуживающего бухгалтерии. Стоимость его составляет 12 тысяч рублей. А инструменты для ведения учета, сдачи отчетности, сверки с ФНС для себя и своих клиентов, соответственно, вы сможете приобрести со скидкой до 90%. Данная скидка работает только в Соби-бухте. Ну и чтобы вы максимально быстро смогли начать работать с данным сервисом, в слуге внедрения уже включены в стоимость. Наш специалист поможет настроить этот классный инструмент, настроит под вас и обучит работе с ним. И, естественно, в дальнейшем в вашей работе будет помогать наша техническая поддержка в режиме 24 на 7, в который вы сможете обращаться и звонить, и писать, и даже оставлять обращение прямо в Соби-бухте. Коллеги, я надеюсь, что мы максимально с Ольгой рассказали все более подробно. На практике посмотрели, как максимально быстро автоматизировать, сократить ваше время, как работать с удобными инструментами взаимодействия с клиентами, рассмотрели, какие услуги вы можете предлагать сейчас для работы с ООО и увеличивать свой чек. Николай спросил, какая форма предоставления услуг выгоднее самозанятым или ИП? Вот на него я хочу ответить. Максимально расширенно. Смотрите, большинство, то есть 80% бухгалтеров-аутсорсеров начинают с того, что они регистрируются как самозанятые. И здесь можно быть просто самозанятым физлицом, а можно быть ИП на НПД, и налоговые последствия одинаковые будут в данном случае. Все равно страховые взносы, фиксированные платежи платить не нужно будет, и именно поэтому такую форму легализации выбирают. Это выгоднее. Плюс для самозанятых не нужно применять онлайн-кассу, если они оказывают услуги физлицам. То есть как будто бы здесь много плюсов, но есть один такой существенный минус – ограничение. При форме самозанятости очень сильно ограничивается возможность зарабатывать на партнерке. Партнерка – это когда бухгалтер, заключая договор с банком, либо заключая договор с разработчиком программного обеспечения, я знаю, например, что с BCA есть партнерка, зарабатывает на том, что подбирает для клиентов удобный ему инструмент, то есть удобный банк, удобное программное обеспечение, и, соответственно, зарабатывает на этом, получает вознаграждение. Как правило, такие договоры заключаются в формате агентского договора. Есть вариант, когда заключается договор оказания услуг, и некоторые банки, некоторые разработчики именно такой договор заключают. И в данном случае они работают с самозанятыми, потому что с самозанятыми нельзя заключать агентский договор. Но есть достаточно большая доля, больше половины банков, разработчиков программного обеспечения, которые заключают именно агентский договор. И здесь и есть то самое ограничение, кроется. Если с самозанятым запрещено, запрещено получать доходы по агентскому договору, соответственно, здесь что делается? Есть лайфхаки, тоже хочу с ними поделиться, как это ограничение обходить. Один из них. Если пока что такие поступления не носят такой прям регулярный характер, то есть 1-2 поступления по партнерке в год, то можно заключить договор как физлицо. В данном случае будет 13% удерживать банк или программный разработчик. Но рисков для таких нерегулярных поступлений для самозванятости нет. Второй вариант – это заручиться поддержкой, договориться с каким-нибудь дружественным ИП. Это может быть родственник, это может быть знакомый, у которого есть ИП на усын. И, соответственно, на его имя заключается партнерка и получается вознаграждение. Третий вариант – это когда менеджеры банков, которые знают о таких сложностях для самозанятых, но им выгодно, чтобы партнерка становилась больше и чтобы они привлекали клиентов, они в частном порядке предлагают выплачивать, скажем так, вознаграждение через их какой-то там договор. Вот, три варианта такого есть – обхода. Но в целом это, конечно, все равно такое не… Ну, то есть кому это доступно, да, какой-нибудь дружественный ИП, это замечательно. В любом случае, если бухгалтер-аутсорсер начинает развиваться, да, то есть у него становится больше клиентов, становится понятно, что все получается и хочется дальше развиваться. Вот здесь он может уже перейти на ИП, на УСН, например, да, и уже все ограничения по получению дохода от партнерки будут сняты, а на партнерке можно зарабатывать достаточно много, можно зарабатывать до, ну, у меня есть ученицы, которые до 40 тысяч в месяц зарабатывают через партнерку, по сути, это пассивный доход для бухгалтера. И это, конечно же, очень здорово, это подкупает, подкупает. Но если вы, если резюмировать, да, если вы бухгалтер-аутсорсер, кто только начинает, начните с простого решения – быть самозанятым. И дальше вы можете уже перейти на УСН, на ИП, на УСН, если вы поймете, что все получается, хотите дальше развиваться и хотите развивать поступление от партнерки. Вот такой ответ. Со всеми прощаюсь, всем всего доброго, до свидания, будем рады вас вновь видеть. Всего доброго, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok